умываемся очищаем как часто надо чистки делать по состоянию кожи где-то раз в месяц если кожа проблемная если кожа сухая или комбинированная вот у меня получается на комбинированная но вы знаете такая вот комбинированная по типу не совсем по классическую потому что комбинированная кожа мы говорим когда щеки тянет а т-зону т-зона это у нас лоб нос подбородок сыпет у вас получается здесь больше сыпет да хотя раньше наоборот было да больше т-зону и были даже наверное как угри может нет прям угре не было ну вот носик он забивался как как такие точечки более поглубже были немного вот сейчас они стали чуть-чуть раньше мне еще это вот что новенькая а так мне было очень много вот здесь и пилинг я делаю дома сама по моему акур или как-то так называется я на и херп заказывала мне нравится он только в принципе ну да так по это очистил химические я не знаю просто что лучше чтобы тоже и как как лучше да я вот эти точки просто хочу которые по оставались вот как шрамами не обязательно надо вот этим пилингом они уберутся да это пилинг я вам посоветовала сделать пилинг не совсем поверхностный ретиноловый кстати я слышала о нем я думала тоже кстати про него может в следующий раз делаем только смотрите пилинги мы все делаем курс от 1 естественно что ничего эффекта мы не увидим потом еще скажите возможность пошелушиться есть у вас то есть если допустим что буду шелушиться не чувствую что хорошо а да ну мне кажется это надо ее как раз освежить кожу немножко какие-то вот пятнышки как она не пигментации она что-то такое но после лета это конечно конечно это нужно я знаете что дело я делал карбоксит терапию и я была безумно вообще довольна вообще он сиял и мне все говорят боже мой ты что уколола уколы я говорю нет именно карбокси которая вот именно быстро делается там как такая сыпучечка насыпалась она быстро быстро в течение 5 минут и вся процедура заканчивается вот мне очень понравилось или по следующим этапом это тоже идет это почищение это пилинг такой гамаж скатка мы будем его сейчас такими вот движениями растирать растирающими движениями и до момента когда уже у нас появятся катышечки весь как бы смысл очищения идет в том что когда появились катышечки это значит что мы уже верхний слой кожи весь собрали не скользит уже будет тяжело я еще думала что вот эти пятнышки можно по убирать типа как дарсенваль или что-то такое дарсенваль мы сегодня тоже будем делать хорошо когда его делать в комплексе сам дарсенваль он немножко не потянет скажем так эти пятнышки потому что у меня я бы покупала я тоже думала эти пятнышки а у вас есть ну уже нету считать надо купить обратно то есть если здесь у меня его нет он там есть если бы он у вас был это был бы только плюс то есть если бы дома делали дарсонваль а здесь мы например делали биппилинг я бы активизировали кровообращение в коже и это был ускорил процесс дарсонваль он активизирует кровообращение вот в этих вот застойных пятнах вот это все а то есть его мы желательно не даже приобрести на не такой дорогой да то есть сейчас в наше время проще его купить и сделать комплекс процедур дома чем например ходить в салон на комплекс этих же процедур по цене это естественно намного дешевле как я чуть-чуть стянула кожу постоянно мазала антибиотик но такие всякие места есть я не знаю здесь ли он есть или нет но я очень бы хотела его купить обратно я вот там просто забыла купить там он называется бензолин еще есть фито как-то мазь что-то такое не вызывает какой-то запахом как антибиотика до или мне кажется нет поверьте после карбокси это не пощипывание да есть но который на красный я не нравится красота требует жертву в принципе не должно не ну чтобы то не было никакое что-то за это гель алоэ это как играет трон как паровая баня сейчас мы его наносим и сверху положим маску с пленочкой получится эффект бани пор будут расширяться это облегчит нашу чистку ароматерапия помимо всех процедур здесь смотрите вы когда давите просто водовыми руками вы травмируете сосуды поэтому когда вы давите вы берите хотя бы руки когда то ли ватные диски то ли что-то но пыталась я брать и как не тот эффект да и мне бы кровь да кровь и зрелишь да я вас поняла просто так травмируете сосуды ну да поэтому у нее пятна все поэтому появляются пятна если мы выдавили их леонечкой то есть ну да мы давим еще что же когда уже появился остынительный стирк когда он еще такой вот насозревший давить нельзя потому что воспалительная реакция еще идет в организме в организме в месте в этом угу вы его подавили ничего не выдавили сосуды травмировали на следующее что просыпают то есть потом еще больше и уже белый такой что вы его берете естественно еще раз его давите и так несколько раз давите давите пока наконец-то додавили сосуды уже все травмировали поэтому даже когда вы сами давите держите себя в руках как-то не знаю как-то думаете о том напоследствиях давите тогда когда уже сформирован белый стержень раньше давить нельзя когда вот такой вот еще воспалительный потому что воспалительная реакция еще не закончилась так не мешает ничего возле носа не все хорошо все только надо продолжать 15 минут только не очень может удобно сейчас с чего мы начинаем с ультразвуковой чистки придемся ультразвуком по всей поверхностной кожи потом продолжим механически то что ультразвук не сможет убрать так начнем мы с ультразвуком с ультразвуком с ультразвуком мы собираем поверхностный слой кожи в клеточку которая уже скажем так то есть глубокий рекомендованный и полуракон не достает он просто помогает нам как бы убрать поверхностный слой ну если есть загар то и загар частично частично да какие то разные веточки которые но они глубокие ну конечно так как уже идет вести сальные железы в которой скопливается кожное сало появляется вот такие черные точки так уже имеет ангибактериальный эффект после очистки сама кожа может стереть есть тут и 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 Угу, краснота присутствует Так, в коже чувствуете Так Сейчас это санвар Это самая актериальная маска Которая не дневная Это санвар Это присыпочка А у тебя актериальным инфектом тоже Угу Идем и наносим Для профилактики Присоединения вторичных каких-то высыпаний Вторичная инфекция Так что она хорошо с присыпочкой будет делать санвар Можно добавлять? Угу Так, чувствуете Или еще 20 Уже еще Нормально, да? Угу Это что за масочка? Масочка С подсушивающим Успокаивающим эффектом Это Однонасная Томата Имеет в своем составе Томата Подсушивает Так же Суживает Коре Эту масочку Так же Можно применять И в домашних условиях Так же Можно ее использовать Томата Томата Нанесли Томаты Томата Вот я глиняную делаю, она тоже такая от Kiehl's, которая мне тоже нам очень нравится. Но я сильно ее тоже не сушу, потому что не советуют глиняная маска сильно прям. На антивактериальную присыпку, чтобы вы когда вышли, ничего красиво. Чтобы оно в поры, да, не забивалось ничего. Да, чтобы... Вот я тоже не люблю, когда крем. Вот если я слышу крем сразу, то все, у меня шоу. В основном, кстати, простоносы нарушили целостность кожного покрова. Сейчас вы выйдете, пойдете домой, пойдете гулять, я не знаю, беру ложки, кшитка, телефон, и все. И не надо было просадено на вторичную инфекцию. Сейчас я закрываю вас антивактериальной присыпкой. То есть даже если что-то где-то попадет на лицо, вот эта присыпка идет как барьера. Она не даст развития микробов, короче. Вторичная инфекция, то есть присоединение... Это обычная детская присыпка или какая? Да, особенно присыпка с антибиотиками. Пока похожу с краснотой, да? Ну, да, были типа такие вот розовенькие. Все. Так, сейчас... Может, сейчас... Да нет. Ага. Все. Спасибо. 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 Спасибо.